Поздравляю всех с началом чемпионата, долгожданного. В Узбассе сегодня праздник, первый матч. Классная обстановка, классный матч. По игре? Ну, наверное, скажу так. У нас был определенный план на игру, по которой мы шли. Я думаю, что несмотря на 0-3 в первом тайме, мы все равно, пацаны все равно молочки. Вытащили такой матч, вытащили до счета 3-3. И я считаю, что надо будет смотреть. Спорный пеналь. Четвертый. Нарушение было до радиуса. Надо смотреть, внимательно разбираться. Монент, который повлиял на исход матча. А так, парни, молодцы. Некольной претензии нет. Здорово. Сергей Викторович, первый и второй тайм – две большие разницы. Команды. Разница. Для вашей команды по игре по счету. Почему? Для моей команды нет разницы. Я говорю, мы все 90 минут выполнили план на игру. Разницы не было. У вас была, а у вас не было. А счеты я делал. А счеты разобрал. Счеты. Играйте. Так. Задача на счетах у вас? У нас всегда задача максимальная. Здесь. Евгений Викторович, заявка 17 игроков. 18 игроков. Заявка 17 игроков. Была там выпуск? Да. Пошу. Присоединиться. Следующий поезд. Угу. Ничего просто. Все, спасибо. Ну, начинай. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, готовы? Нет, я пока не в этом участвую. Все? Конечно. Да. 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 С открытием джинжера, Владимир Анатольевич, стандартный. Ваш комментарий пойдет. Не буду скрывать, это был очень серьезный матч. Мы готовились к нему со всей ответственностью. Были определенные опасения. Были определенные проблемы, с которыми мы столкнулись. И надо будет, скажем, в полевых, в боевых, что ли, условиях приходилось координировать их. Поэтому здесь, наверное, самое главное, что мы сделали сегодня результат. Мы достигли победы. Наверное, больше скажу, что игра отняла не столько физических сил, а сколько моральных, психологических наших затрат. Такой комментарий. В начале второго тайма очень много ошибок было. В чем это сейчас? Потеря концентрации? Да не только в начале второго тайма. Я вообще скажу, как я уже сказал, с таким соперником и первый матч открытия. Чувствовалось психологически такой, знаете, пресс. Я чувствовал скованность, ребят. Здесь даже наоборот, никаких, скажем так, порицаний, да, парням за вот эти ошибки. И ни одного не было высказанной претензии. Поэтому ситуация, она понятна. Еще раз повторяюсь, это очень сложный эмоциональный момент, который надо каждому абсолютно перебороть себя. Отсюда нет раскованности. Отсюда все-таки не то, что мы хотели показать, сегодня мы продемонстрировали. Но еще раз повторюсь, такие игры бывают. Здесь ничего страшного. Здесь надо проанализировать, здесь надо раскрепоститься. И, собственно, первая игра чемпионата, старт нашего соревнования. И самое главное, все впереди. В ключевой момент матча настоящие лидерские качества проявил Трелас. Заработал финальтер с его передачи. Репях. Ну, здесь нет ничего удивительного, потому что Руслан, он у нас и, в принципе, есть лидер. Конечно, он сделал все, понимая, да, что наступают определенные важные моменты матча, когда необходимо брать на себя как раз вот эту долю, ношу, что ли, да. Собственно, что он и сделал. Молодец. У девятых железный уровень? Кирилл интересный парень в этом плане. У него действительно есть определенная своя психология, которая позволяет ему подобные, скажем так, моменты брать на себя ответственность. Ну, опять же, мы все понимаем, что это также живой человек, это живой организм. Поэтому, если что-то получается сегодня, условно говоря, и может не получиться завтра, Кирилл к этому готов. И все, как говорится, моменты, пусть даже это будет неудача, он может проанализировать, и мы ему в этом помогаем. Выбор вратаря. Главная боль. Примерно 3 равна цена. Ну, вы правы полностью. Сейчас даже при заявке на матч у нас Евгений Воронков не попал в заявку. И для меня это был крайне непростой выбор. Потому что, действительно, вратари, они у нас в этом сезоне, они на хорошем уровне. А в течение недели кому-то тренировались? Здесь адаптировались? Больной вопрос вы затронули. Мы потренировались, да, мы потренировались неделю. Мы успели провести определенную адаптацию, но говорить о том, что мы нашли еще все взаимосвязи, прощупали, нащупали, так сказать, и можем стабильно их выполнять с любой командой на любом уровне, как говорится, в любых условиях, здесь еще говорить не приходится. Поэтому, как я уже сказал, вот эта первая игра, отправная точка, она как раз и будет нашим своеобразным вот этим процессом, когда мы будем вот это все набирать. Мы сейчас далеки от своего, даже так скажу, какого-то хорошего состояния. Ну, в раздевалке сейчас, да, таким спонтанным, что ли, решением были эпизоды, несколько эпизодов, когда Артем действительно проявил себя, очень неплохо проявил себя. Ну и, наверное, таким основным было то, что вот какой он гол забил, нужный гол забил, взял на себя, как бы, всю инициативу. Собственно, по этой причине как раз ему сейчас вот и вручили шахтерскую каску лучшего игрока. Ну, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok